Привет тебе. Привет. Привет тебе Владимир. Сейчас звонок выключим. Слушай, видишь у меня холст белый? Это мне профессор Полилов, а он же в институте машиноведения работает, там где я тоже работал. И он там работает, и он механик. Крутейший его весь пир знает, крутейший вот такие там книги пишут и так далее. Но он же кроме этого пишет стихи. И он мне написал, ну ты знаешь профессора Полилова, но мы тогда видео записывали для школы. И он значит прислал стихи про кактус. Я когда прочитал, я обалдел. Он говорит, слушай, я тебе посылаю, я в архиве рылся и нашел в архиве стихи старые его. Но я хотел в школе выложить, что наш профессор Полилов, который физик, биомеханик, техник, столько чего там полно изобрел. Стихи пишет, а где физик и лирики. Для нашей школы полезно. И теперь я заодно взял, видишь, фотография у меня. Это Константин Васильевич Фролов. Это удивительный был человек. Видишь, он герой Советского Союза. А за что, знаешь? Это был директор института машиноведения Академии наук, где у Полилов работал, где я у них работал, в лаборатории биомеханики. И вот слушай, Константин Васильевич получил звезду героя не только потому, что он был директором института машиноведения. Где там испытывалось все, там вычисляли все, там все, что делается и как делается, они к этим всегда были причастны. И к военным делам, и к невоенным делам, но и суд машиноведения Академии наук. И ты представь себе, Константин Васильевич, он был председателем комиссии по запуску Бурана. Буран. Наша сделала Буран космический. Да, он был председателем комиссии, и там было назначено время, срок, когда Буран должен был полететь. А он был председателем комиссии, и он написал, что там есть какие-то еще доработки. И поэтому в этой дате, которая была назначена Политбюро, представляешь, что к этой дате Буран не готов. Но он взял на себя такую ответственность. Ты представляешь, что это такое? В СССР Политбюро, директор института машиноведения не подписывает акт, о том, что Буран полетит в эту дату. Короче говоря, там то да все, то да все. А потом, в конечном счете, когда разобрались и действительно нашли причину, ему потом за мужество дали героя Советского Союза. Ты представляешь? Вот такие люди. Был моим большущим другом, Костил Васильевич. Я потом о нем расскажу еще, потом в следующий раз. А вот холст я специально поставил, потому что профессор Полилов стих про кактус. Да, ну обычно я образы, лики рисую, цветы лиг там, ну, а тут кактус. Я решил в подарок профессору Полилову сделать такую картину. Вот кактус нарисую. Ты представляешь, кактус, и потом там его стихи сделаем. А ты видел, как к моей картине Александр Русанов сделал музыку, музыку, и ты соединял там, да? Все это. А теперь попросим его, чтобы он музыку написал вот к этим стихам и к этой картине. И это будет... Это тяжело будет. Нет, ну эта школа будет смотреть и радоваться, что оказывается и технари, да, и музыканты. А Русина уже тоже занимается музыкой сам от себя. Это же просто удивительно. Ну это же для нашей школы как раз развивать разные качества, творческие способности как раз нужно. И вот ты, наверное, хотел поговорить о чем? О конкурсе вебинаров, да? Да, смотрите, мы с вами планировали в июле запустить вебинары. Как бы три темы, да? Планировалось. Сейчас посмотрю еще раз. Планировалось у нас о творчестве. Именно, наверное, для артистов, да? Вход-выход. Роли-выход. Вход-выход из роли. Роли-выход. Да, хватит, что видит человек из образа. А потом не как-то идти не может. Все продолжается. Так. Управление возрастом. Зеркало для персоны, да? Там, ну, как собой управлять, как не сдаваться перед организмом таким нехорошим, который хочет поспать. И помолодеть, чтобы помолодеть. Да, помолодеть обязательно, да. Слушай, мы сейчас спрашиваем, как вы так делаете, чтобы моложе-моложе? Ну, во-первых, побрился. Кстати, да, вот каждый год учился. Ну, в-третьих, чтобы энергия была, дарь, дарь, молодости, да. В-третьих, я тебе сам подскажу. Вот там Владимир Кузьмин. А, точно, да, личные отношения. Вконтакте письмо. Ты видел там на стене? Да. Личные отношения. Он говорит, вы проводили вебинар. Это очень хороший вебинар в 2017 году. По-моему, так, да? Да, в ней. Сколько я помню, да. Ну, вот. Такой, говорит, был хороший вебинар. И даже вот там поставили в ВКонтакте, он прислал туда письмо. И ссылку на тот вебинар. Кто хочет, может войти, кстати говоря, туда и посмотреть, что за вебинар был. По-моему, 17 или 18? Ну, какой-то вопрос. Один из первых. 18. По-моему, 17. Но не важно. Ну, он говорит, что уже столько времени прошло, вот сейчас это очень важно, личные отношения. Ну, такие межличные отношения, может быть, и любовь там, а может быть, и ссора, а может быть, и семья, личные отношения. Не могли ли бы вы провести еще раз? Потому что это сегодня очень тоже актуально и очень остро в связи с тем, что изоляция и так далее. Еще, говорят, будет следующая волна. Ну, в общем, короче, он мне там написал, и ты видел мой коммент там, я так понял. Я сказал, если мы на конкурсе предложим, ты две темы предложил, а это третья тема. Если участники школы поддержат на конкурсе, и те, которые еще не участники, но хотят быть участниками школы, если они тоже проголосуют, то мы с удовольствием про личные отношения можем сделать. Поэтому выбирайте. Влад, я тебя прошу еще раз четко перечислить сейчас три этих темы. Так, три темы. Личные отношения, управление возрастом, назовем так, или зеркало для персон, и управление творчеством, вход-выход, из образа можно назвать творец нереальный. Творец нереального, да? Творец нереального, да? Да. Это интересно, да. И постоянно реализовался. Давайте сделаем опрос тогда в ВК, в Фейсбуке и в Ютубе. Ну, можно в мессенджерах, но это не очень удобно, но можно тоже поставить. Еще раз, знаешь, что я тебе хочу сказать? Насчет сроков. Когда мы это будем делать, вебинар? Вот Наташа сегодня уехала в Белоруссию. Книгу она свою написала. С издательством мы по поводу ее книги уже договариваемся. Там осталось только подписать какие-то бумаги. И она уехала в Белоруссию. Вот сегодня, несколько часов назад. И мне с Федей сейчас, с нашим Макаровым, Федей, надо еще сделать... Ну, он титан. Прямо тебе скажу, он титан. Такую работу он там делает. Он редактирует там... Вот у меня была такая вот мысль. Генератор будущего, мозговой штурм, восток-запад, чтобы собрать людей туда, чтобы они образ будущего создали. Такой, который... Сегодня же нет образа будущего ни на западе, ни на востоке, ни в России, нигде нету. И так, чтобы они сгенерировали. Ну, это как национальная идея такая. Но Федя вот как раз сидит за этим материалом. И вот я думаю, он титан, конечно. Это вообще такой вот серьезный момент. Такой сделать, он так и называется, типа манифест. Генератор будущего. Это вообще с ума сойти, да? Потому что там будут умнейшие люди работать. И вот, значит, как это все произвести. И вот он это сейчас редактирует. Ну, я думаю, где-то не меньше недельки. Недельки нам нужно дать. Не, ну, как обычно, давайте сделаем после 20-го числа. Ну, давай после 20-го. Я думаю, Федя посмотрит даже видео и немножко время свое, так сказать, тоже скомпонует. Ну, он может. Смотрит мы тебе машем рукой, да. И всем участникам школы мы машем рукой. Имеется в виду приветствие. Приветствие. Там еще меня поздравляли с докторским днем, днем медиков. Я там написал. А мы все медики. Люди с доброй душой. Все медики. Так. То ли они реализовавшиеся медики, как профессиональные медики, то непрофессиональные. Но доктор и средний медработник, и вообще санитар даже, и любой человек, только с доброй душой. Да. Вот сейчас коронавирус показал. Провалы всего здравоохранения, провалы образования, все эти дырки как раз-таки и послужили вот этому развитию, вот этой пандемии. Показал, что только доброта помогает и спасает. Только эти волонтеры, добрые, самопожертвованные люди, они помогли другим людям. Они только вот так вот выручают. Да. Так что за доброту. Достоевский говорил, красота спасет меня. А я говорю, красота не всем доступна, у каждого на вкус и цвет товарища нет. Доброта спасет меня. Но это одно и то же, если задуматься. Так что мы с Достоевским правильно говорим. А ты, Булгаков, у тебя же такой псевдоним тайный. Как считаешь? Доброта спасет мир. Да куда она денется, конечно. Да. До встречи. Спасибо вам. Ну ладно, да, давайте голосовым делаем и вперед. Давай, организовывай конкурс. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.